Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская 242. Офтальмологический центр Тризе. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Итак, сегодня выпуски. Весна идет, весне дорогу, желательно без заплаток. Учимся чрезвычайной ситуации предупреждать. На курорте проходят командно-штабные учения. Анапа готовится к майским праздникам. Праздничные колонны по доброй многолетней традиции, как всегда, выйдут на первомайскую демонстрацию. И мы приглашаем всех анапчан принять участие в праздновании Первомая. Колонны не меняют своих дислокаций. Ну а к этому дню принято убирать у своих домов и гостиниц, красить и белить дома, заборы, украшать улицы, оформлять праздничным убранством магазины и гостиницы. Несмотря на запаздывающее тепло и медленно зацветающую сирень, приметы подготовки к празднику во всем. Улицы города украшают соответствующие предстоящим событиям символика. Скоро затрепещут на ветру яркие флажки вдоль основных городских улиц. Приятно отметить и тот факт, что на замечание главы города восстановление асфальтового покрытия после разрытий отдельные предприниматели реагируют немедленно. Вот такие лотки на асфальте, надеемся, уйдут наконец-то в прошлое. А такое восстановление дороги, какое сделал предприниматель Мусайлян, станет нормой. Кипят работы в городских скверах. Зеленые насаждения дополняют пустующие участки парковой зоны, а у пятой школы на глазах рождается осьминог в ландшафтном исполнении. Все его детали заполняют мраморной крошкой, укрепляют специальным покрытием, а потом высадят здесь большое разнообразие цветов. Цветение их предполагается круглый год, как и работы, которые намечены ремстроенной перспективой. Перспективы на весь летний сезон до самой осени? Да, еще ореховая большая, там много работы. Всю зиму там деревья пилили, кронировали, формовку делали, хвойники обрезали, садили можжевельники. Ну, там тоже с камнями работали. Орехи убрали, которые гнилые, взамен там другие деревья. Ну, интересно то, что там еще воруют много. Вся эта цветочная альпийская горка будет ярко подсвечена, а со стороны дороги уже выкопали траншею для зеленых насаждений. И для красоты, и для безопасности будущих растений. Виктор Васильевич Смирнов сейчас на пенсии пришел в ремстрой, потому что когда-то сеял травку на городском стадионе. Цену труду на зеленых насаждениях очень хорошо знает. Верит, что люди привыкнут к экзотическим цветам и перестанут их рвать и копать для своих дворов. Мы не только для красоты. Хвойники – это в любом случае здоровье, это воздух. Школа рядом, детишки дышат. Получится шикарный сквер. Было пустошь, будет шикарный сквер. Все этот объект доделается со временем. А стараемся, перерабатываем. Каждый день, часа два мы перерабатываем это точно. Стараемся успеть к сезону. Преобразился сквер у седьмой школы. Здесь появилось много нежной и красивой зелени. И все же часть отмирает. Особенно ценные хвойники после выгула собак погибают. Их регулярно подсаживают и потому что копают жители. Четыре штуки украдены в этом месте. Для людей садишь, а получается им и не надо этого. Неожиданно довольна. Пока говорили с мастером ландшафтного дизайна, за нашей спиной любимые питомцы по-прежнему делали свое дело. Жаль. Красота эта создается годами и не только усилиями коммунальщиков. Вот эту аллею тоже освежили они. Еще недавно здесь невозможно было свободно ходить. Сегодня уютный топиарий не хуже французского. Что отличает их в труде, так это любовь к родному городу, стремление сделать Анапу красивее и лучше. Руководители органов ТОС, активистов, почетных жителей города-курорта честовали сегодня на торжестве, посвященном Дню местного самоуправления. От имени главы курорта Сергея Сергеева, собравшись, поздравила его заместитель Светлана Яровая. Особенно отметив участие общественников в жизни города. Мы все время с огромным уважением, благодарностью пользуемся вашей мудростью, вашим опытом. Уверена, что без территориального общественного самоуправления мы бы вообще не справились. Это не просто наши помощники, это люди, которые, наверное, по призванию своему живут жизнью города, жизнью своих земляков. Эти люди не знают выходных и праздников. По первому звонку откликаются на призыв о помощи, будь то информирование анапчан, участие в субботнике или любом другом, значимом для города мероприятии. Это не профессия, а образ жизни. Очень рада, сколько сегодня внимания уделяется территориальному общественному самоуправлению. Это тот рычаг, тот инструмент, в котором глава муниципального образования ищет конструктивный диалог сегодня с населением. Многолетний ответственный труд, высокий профессионализм, почетных граждан Анапы, руководители органов ТОС, лучших муниципальных служащих отмечен благодарностями главы Анапы Сергея Сергеева, Совета муниципального образования, депутата ЗСК Николая Иванюшкина. Руководитель органов ТОС к весне всегда точно знает, что в первую очередь необходимо сделать на микрорайонах и готовить свои планы заявки для обсуждения на весенние встречи с первым заместителем главы. На этот раз тему благоустройства улицы Чехова озвучивать ТОСовцам в заявке не пришлось. Сергей Сергеев после объезда этой части города потребовал в этом многолюдном месте благоустроить пешеходную зону в первую очередь. И работы по демонтажу начались с приходом первых же погожих дней. Старая плитка для удобства пешеходов на протяжении всего маршрута снята пока с половиной дорожки. В оживленном микрорайоне по-другому не произвести огромный объем работы. Будет укладка новой плитки по основному тротуару, потом вот эта детская площадка с небольшим парком как таковым тоже будет все демонтироваться, меняться. Новые бордюры, лавочки установятся и урны. Учитывая пожелания жителей, в два раза увеличат количество лавочек. Детская площадка обретет новое лицо. Уже этим летом в городе еще одной прогулочной зеленой зоной станет больше. К памятнику Трисвичи в эти поминальные дни приходят мамы мальчишек, погибших в локальных войнах. Теперь с особенной гордостью. По их просьбе у основания памятника установили табличку. Текст ее выбирали тоже мамы. Табличку установили сразу после той встречи с мамами, на которой глава города закрепил за каждой семьей своих заместителей. Здесь же обсудили вопрос о том, что Трисвичи, памятник в честь их погибших детей, практически безымянный. Люди часто задают вопрос, в честь какого события монумент. Сегодня Елена Робертовна Доронина пришла к памятнику, чтобы раздать конфеты детям. В поминальные дни это место она посещает не случайно. В гильзе под плитой землястого комсомольского, где погиб ее Антон Доронин. Мама заботливо поправила венки, которые разбросал ветер, оценила удачно вписавшуюся в комплекс табличку. Порадовалась, что к памятнику идут люди, что здесь много детей. Становится легче, когда мы понимаем и знаем, что эту нашу память разделяли люди, которые живут в нашем городе. И вчера все мы, мамы, были на могилах своих детей. А сегодня я пришла сюда для того, чтобы конфетки. Наши мальчишки были сладкоежками, как все мальчишки. Они очень любили конфеты. Поэтому пусть дети, которые здесь бегают вокруг памятника, сегодня помянут наших детей. На курорте продолжается демонтаж незаконно установленных ограничителей парковочных мест. Специалисты управления муниципального контроля, отдела по транспорту и связи демонтировали нелегальные блокираторы на улице Горького. Заехать во двор многоквартирных жилых домов невозможно. Дорога перекрыта ограничителями и бетонными плитами. О какой оперативной помощи от аварийно-спасательных служб может идти речь, когда врачи с необходимым оборудованием добирались до нужного дома пешком. Жильцы многоэтажек обратились в администрацию с просьбой освободить территорию общего пользования от незаконных ограждений. Пока одни помогали расчищать двор, другие, напротив, пытались помешать. Это мой двор. Видите, здесь амунициативно. Мне опять здесь наваривают. И машины поставили. Металлические столбы и цепи убраны. Бетонные плиты вывезены. Проезд к домам открыт. Самовольно устанавливать ограждения на территории общего пользования запрещено. Муниципальный контроль уже демонтировал более 20 ограничителей парковочных мест. И работа эта продолжается. Как действовать в чрезвычайной ситуации? На Кубани проходят командно-штабные учения. В Анапе в течение трех дней отработают алгоритмы взаимодействия всех служб и проведут практические занятия. Главная тема заседания КЧС – отработка действий при угрозе и возникновении возможных чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком и лесопожарным периодом. На территории муниципалитета выделяются три природные зоны – Степная, Предгорная и Горная. Протекают реки. Поэтому рассматриваются всевозможные варианты с наихудшим развитием событий. На заседании заслушали доклады руководителей служб, обсудили алгоритмы действия, организацию жизнеобеспечения пострадавшего населения и проведение аварийно-спасательных работ. Второй этап учений заключается в выработке практических навыков. Проверили готовность сил и средств к оперативному реагированию на чрезвычайную ситуацию. В муниципальном образовании именно вот эти элементы отрабатываются как минимум на четверку у нас всегда. Мы в последнее время довольно часто после крымских событий эти элементы отрабатываются. Задействуются учебные заведения, профильные студенты, задействуются управление торговлей. Для того, чтобы это видно, что люди подготовлены. На территории спасательной службы «Кубань-Спас» были отработаны мероприятия по развертыванию двух временных пунктов – выдаче вещей и пищевого снабжения. Летний сезон уже совсем скоро, а это наплыв пассажиров в городском и пригородном транспорте. Насколько готовы представить курорт во всей красе, наши автобусы и маршрутные такси? Наш корреспондент проехала маршрутом, на который у анапчан немало нареканий. Претензий к перевозчикам у горожан накопилось много. В вечернее время уехать невозможно. Половина опрошенных анапчан и гостей курорта озвучили эту проблему. Ну, 17 у нас есть, хорошо ходит. Но опять же, он только ходит, только днем. Вот если в 7 часов куда-то сходил, по делам или в гости, все, в 7 часов ходит пешком один. Особенно волнуется молодежь. Учеба, дополнительные занятия заканчиваются поздно. Хотелось бы, чтобы маршрутки ездили подольше, хотя бы часов до 9, потому что вечером очень тяжело уехать. В час пик, конечно, стоим, невозможно уехать. Не только в вечерние часы, но и рано утром водители не всегда выходят на рейс. Во все выходные и праздничные дни. Конечно, я понимаю, шоферам тоже надо отдыхать, но нужно устанавливать какой-то график. Хотя бы одному-двум водителям, ну, как положено, к 6 утра, чтобы они подъезжали. В числе недочетов жители отметили отсутствие расписания движений маршрутов, которое должно быть на каждом остановочном пункте. Гостям курорта сложно сориентироваться и попасть на нужный маршрут. Водители не объявляют остановки. А 24 маршрут производит высадку пассажиров на улице Амельково прямо на дороге, не подъезжая к остановке. Обеспокоены дачники. На периферию очень мало автобусов ездит. Летом они полностью переполнены. Раз в час. В автобусах грязно. Многие автовладельцы в погоне за увеличением посадочных мест ставят дополнительные сидения. Тесно и неудобно, отмечают горожане. 135-й, 810 номер. Спинки сидения грязные. Стенки этих маршруток до такой степени грязные. Зайдешь, даже пол невозможно. Они, наверное, год тому назад мыли. По крайней мере, я вот раз в два-три ехала в этой маршрутке, ну, в сторону своей работы. Вот это все замечательно. До начала курортного сезона у перевозчиков еще есть время исправить недочеты в работе. На крыльях победы сотрудники аэропортов Анапы и Геленджика участвуют в первом корпоративном песенном фестивале, посвященном 70-летию победы. В конкурсе примут участие сотрудники аэропортов Анапа и Геленджик. Проводится он в два этапа. Первый – отборочный, второй – краевой. Песня военных лет – главная тема фестиваля. Пускай, зуба, запросит нас далеко. Пускай, день и сердце, только никого не допускай. Следить буду строго. И в сверху верь на всем, вреда ты знай. По решению жюри, творческие коллективы и исполнители награждаются грамотами и ценными призами. Галоконцерт лауреатов фестиваля состоится 5 мая в Краснодаре. Сотрудники органов внутренних дел из 42 регионов России и курсанты из 16 образовательных учреждений системы МВД сошлись на ринге. Чемпионат по боксу посвящен юбилею Великой Победы. Подробности в нашем следующем сюжете. Уровень соревнований высокий. Среди участников не только чемпионы России, но и многократные призеры Европы и мира. Более 400 спортсменов приехали на соревнования. Бокс – он олимпийский вид спорта, но также он считается и служебно-прикладным видом спорта. Это необходимый вид спорта, который помогает и в борьбе с преступниками. Для силового задержания это один из основных наряду с дюдо, самбо и рукопашным боем. Сергей Мальцев боксу посвятил все детство и юность. Признается, на спорте настоял папа, а сейчас он мастер спорта по боксу и призер различных соревнований. Защита, атака, перехват – его любимые приемы. Его соперник получил технический нокаут, но Сергей не расслабляется. Соревнования проходят на высоком уровне. Соперники приехали достойно тяжелые бои. Следующий бой будет очень тяжелый. Соревнования продлятся 8 дней. В финале 24 апреля определят чемпионов. Кубки, грамоты и ценные подарки – лишь малая часть. Спортсмены получат звание мастер спорта России. Лучшие поедут на чемпионат мира среди полицейских. Завершит выпуск прогноз погоды от Натальи из Мозговой. Итак, каких же еще неожиданностей приготовила нам небесная канцелярия на четверг? С утра небо ясное, солнечное, к вечеру ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 11. Но за счет холодного северо-западного ветра по ощущениям гораздо прохладнее. Ночное время всего плюс 6. Стабильный плюс, когда во многих регионах снег согревает лучше солнышко. Генеральный партнер программы – клиника ТРИЗЕ. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике ТРИЗЕ для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская, 242. Офтальмологический центр ТРИЗЕ. Офтальмологический центр ТРИЗЕ.